Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Рада вас видеть на канале Лилия Франц. У нас такое солнышко, но нет ветра. В общем, я прячусь под зонтиком, спрятала все свои цветы в тенёк, потому что жарит не на шутку. У нас уже несколько дней, плюс 40, плюс 42, плюс 44. В общем, погодка ещё та. Лето началось, это для туристов информация, и вы смело можете приезжать во Францию на море. Потому что весна и май, июнь у нас были очень дождливыми. Я частенько говорила, что не тратьте время и деньги на поездку. Сегодня я хочу поговорить о том, о чём вы меня давно просили. То есть рассказать, как изменилась моя жизнь через 10 лет проживания во Франции, изменились ли мои взгляды, изменились ли наши отношения с мужем, изменилось ли что-то в бытовом плане на вещи, которые я смотрела раньше одними глазами, смотрю ли я сейчас другими глазами. Ну, в общем, обо мне и о моей жизни сегодня будет разговор. Итак, я для начала хотела бы порекомендовать, посмотреть моё старое видео, которое было снято, по-моему, в 2014 году, и называется оно «Разногласия с мужем». Там я рассказывала именно о тех моментах, о чём мы спорили сразу же после моего переезда. И когда я пересматривала это видео, некоторые вещи, которые я говорила, ну, сейчас они мне кажутся настолько смешными, настолько ненормальными, что, ну, вы, если есть интерес, посмотрите, и вы сами поймёте. Что изменилось? Ну, во-первых, я изменилась, это однозначно. Годы прошли, я стала старше, я уже смотрю, наверное, на вещи именно глазами француженок или французов, потому что, когда ты живёшь в одной стране, когда ты живёшь по вот этим традициям, соблюдаешь их культуру, их праздники, ешь их национальное любимое блюдо, то, естественно, как бы сам того не замечая, ты уже меняешь свои приоритеты. Что если, например, раньше я не могла даже представить себе, что у меня нет первого, что у меня нет жидкого в рационе питания, то сейчас я иногда даже так забываю, что нужно что-то такое, как суп-пюре, приготовить миленке, потому что французы-южане, они любят такую еду, которая готовится быстро, это или на планче, или на гриле, или же уже покупаются какие-то готовые вещи, закидываются в духовку, микроволновку. В общем, здесь жарко, и люди не любят стоять у плиты, и, в общем, я теперь тоже так делаю. Я тоже не люблю стоять у плиты, как я это делала раньше, в первые годы. Для меня это было, конечно, очень непонятно. Я не понимала, зачем идти в ресторан, когда дома есть полно еды, и мной приготовлено, и морозилка забита, и холодильник забитый, когда можно сделать бутерброд, и для меня это было очень непонятно. Сейчас я с удовольствием иду в ресторан, заказываю еду, покупаю готовую пищу, покупаю заморозку, и мне это нравится, я с этим согласна. И следующий момент, который я по своей глупости, он, кстати, тоже озвучен в том моём старом видео, когда я приехала, но, мне кажется, сейчас я расскажу более откровенно, почему я это сделала, что раньше я как-то, наверное, даже самой себе стеснялась в этом признаться. Когда я приехала, и у моего супруга была женщина, которая забирала вещи, ну это у многих здесь так, и у зятя, у зятя до сих пор приезжает женщина, забирает бельё на глажку, и была женщина, которая раз в неделю приходила делать уборку. И после моего переезда, потому что после свадьбы всё это продолжалось, и после моего переезда на постоянное место жительства уже с Артуром, как бы всё это продолжалось, но меня это очень не устраивало. Как сейчас я понимаю, почему меня это не устраивало. Это не было то, что там платить человеку деньги, или то, что там чужой человек копается в твоём белье, в твоей одежде, в твоих шкафах, моет твои полы, застилает твои постели, ну в общем, даже не это. Скорее всего, это связано с моим характером, поскольку я лев по знаку зодиака, и как бы это такой знак, который хочет, ну чтобы быть, ну не царём, ладно, не будем уже там высоким, но он хочет быть собственником. И как бы мне казалось, что если продолжается жизнь та, которую вёл мой муж до знакомства со мной, до свадьбы со мной, до регистрации вот этих отношений, и он продолжает эту жизнь, то, значит, я не чувствую себя хозяйкой полноправной. И как бы, может быть, как бы, что я здесь на время, или я, ну не полноправная хозяйка в этом доме, скорее всего, вот это мною руководило, когда я настаивала, что я сама буду гладить, я сама буду убирать, я сама буду заниматься садом, бассейном и так далее. В общем, сама-сама-сама-сама везде. И как бы вот это была такая моя большая глупость, которую я тогда не понимала, потому что сейчас, когда я бы и с радостью бы сдала эти вещи женщине, которая бы погладила это всё, пусть, конечно, не часто, потому что иногда, когда, ну вот в летом гладить, это жарко, у меня ещё паровой утюг, и как бы гладить у меня никакого желания нет. И когда я так, как бы, между прочим, сейчас намекаю, что не было бы неплохо, то в ответ мне звучит, что, но ведь это же ты в своё время, в то время отказалась от услуг про уборку, но это же ты. И, в общем, как-то вот так вот получается, что действительно это ведь я, и при том не просто как бы я отказалась, сказала, что один раз давай мы этого делать не будем. Также я же долбила и пилила, пока эти женщины не перестали работать у нас. И поэтому как бы сейчас я бы не отказалась, как бы там ни было, я бы не отказалась. Ну, что ещё изменилось? Конечно, я себя намного проще, лучше чувствую здесь, потому что столько лет уже прошло, столько уже всего я узнала, столько всего. Ну, ты уже адаптировался в этой стране, ты уже живёшь, и ты уже воспринимаешь, ты не думаешь, что, ой, а у нас это так, а у них это вот не так. Если раньше, я как-то думаю, ну, как же так вот, ты пришёл в гости, и хозяйка дома садится с гостями, она сидит, пьёт аперитив, она, в общем, поддерживает беседу, а муж готовит, наливает коктейли, наливает там кому что выпить, сервирует стол, потом после всего этого праздника убирает стол, моет это барбекю. и, как бы, ну, раньше я думаю, ну, как же так, ведь ты же хозяйка, и она нифига, ну, в общем, ничего не делает, всё делает муж. И сейчас я как-то, ну, наверное, уже привыкла к этому, потому что француженки, они, для них это нормально, и, как бы, если много гостей, то почему бы нет. И что ещё? Ну, что ещё поменялось? Не знаю, наверное, менталитет поменялся. Потому что, когда я сейчас приезжаю в гости к своим друзьям, то я не понимаю этих застольев, которые они устраивают, ненормальные столы, которые ломятся. Мы там ничего не съедаем, потому что, ну, это невозможно столько съесть. Достаточно одного блюда или какой-то той же самой пиццы, заказать одну большую пиццу, и достаточно этого, потому что, как бы, поменялось то, что я сейчас, если раньше у меня, ну, было такое, что если мы идём куда-то в гости, то это вкусный стол, торт, 85 салатов, там какие-то вкусняшки, какие-то блюда новые, вот как-то всё, что-то наши хозяюшки, они вечно что-то ищут, что-то придумывают, чтобы удивить. То сейчас я, мне всё равно, не я не хочу, чтобы кого-то удивлять, не хочу, чтобы меня удивляли. Мне важно прийти пообщаться, даже если мне дадут стакан воды из-под крана, мне будет всё равно, потому что, ну, как бы, не за вкусными, какими-то новыми, удивительными блюдами я иду в гости, а именно за общение. Ну, так вот французы, они могут чипсы поставить, орешки, и вот сидеть, болтать, вот это оперо у них называется, и как бы вот так вот. Отношение к детям, наверное, поменялось больше, потому что раньше я была какая-то, ну, не то что зацикленная, какая-то вот такая, что, ой, там должно быть всё тёпленькое, всё должно быть там это, то сейчас я смотрю, вот как-то на это намного проще, может, потому что как бы второй ребёнок, не знаю, здесь это отнести к десятилетнему проживанию во Франции или нет, это, наверное, скорее всего, что уже второй ребёнок, как-то проще смотришь на все эти вещи. В отношениях наших, ну, что меняется через 10 лет в отношениях, я всё так же стараюсь делать какие-то вещи в отсутствие моего мужа, в этом я неизменная, затем, ну, ближе, конечно, стали намного, столько лет, когда живёшь столько лет с человеком, узнаёшь лучше, уже он тебе родным становится, не просто как бы твой любимый мужчина, а уже твой любимый родной мужчина. Что ещё, ну, как, я перестала, конечно, сейчас истерить и бежать при первой же ссоре, раньше у меня как было, ай, всё, я бегу, собираю чемоданы, я улетаю, покупаю билеты, и вот такое вот было, ну, в общем, такая вот у меня дурная была модель поведения, то сейчас, как бы, этого нет, я на многие вещи вообще перестала обращать внимание, потому что, как бы, они даже не стоят того, чтобы вот так вот себя вести, затем, ну, даже не знаю о чём, что ещё, поменялось или не поменялось, дети выросли, старший, совершеннолетний стал, младшая растёт, закончила курсы, ну, какие, да я даже не знаю, вот, конечно, такой интересный вопрос, что именно, конечно, смотришь на всё, сейчас другими глазами, не теми, когда ты только переехал жить в эту страну, меняется за, да за год даже, за два меняется, я вот смотрела передачу, закончила я, вернее, смотреть вот этот цикл передачи, замуж за рубеж, и вот в последней передачи была женщина, которая рассказывала, вот она именно хотела выйти замуж за американца, и не просто за американца, а за американца, который проживает в Нью-Йорке, она выехала в Америку, развелась, переехала в Нью-Йорк, и потом уже вышла второй раз замуж именно за американца, который живёт в Америке, и у меня как бы такой цели не было, чтобы это был именно француз, именно с юга Франции, и как бы, ну я даже не знаю, как вот именно передать те чувства, которые, что меняешься ты, не меняешься, наверное, где бы ты ни жил, вот я тот человек, потому что моей такой цели, стремления не было, что переехать, и потом через 10 лет рассказать о том, как я изменилась после переезда, просто я, наверное, меняюсь так, как я бы менялась, независимо от того, в какой бы стране я проживала, поэтому, ну какие-то, конечно, влияния страны есть, какие-то влияния, ну во всём, во всём, и ты к одежде как-то относишься более проще, ты относишься больше к какому-то стилю жизни, ты делаешь так, как делают они, даже если многие вот говорят, вот, надо сохранять там нашу культуру, ставят везде матрёшки, там какие-то погремушки, какие-то вещички, какие-то там везут часики, всё это, с одной стороны, я, да, молодцы, всё классно, замечательно, что должно быть что-то твоё, с твоей родиной, как бы твоей традицией, всё, но для меня это, ну как-то, наверное, я такой человек, для меня это не очень важно, что у меня не стоят повсюду матрёшки, у меня нет каких-то флагов России или Украины, или каких-то гербов, или каких-то там, я знаю, многие везут и тарелочки, именно вот, ну, такие национальные, какие-то там, салфетки, скатерти, мне больше мои друзья дарят это, а я сама лично, ну, я, я проще вот к этому стала относиться, намного проще, потому что, ну, не это главное, наверное, в жизни главное, просто жить и быть счастливым, а не какие-то там пложки-поварёшки, не какие-то там 85 блюда, чтобы они были на столе, не знаю, может, конечно, меня многие осудят, но я говорю то, что я думаю, я абсолютно искренне это говорю, и без каких-то там, ну, что вот я такая, вы такие, нет, я не осуждаю людей, которые делают это, я не осуждаю людей, которые через 20 лет пишут, вот я, особенно под видео, где я рассказываю, чувства иммигранта, такие вот у меня, иногда проскакивают, болталки, и многие пишут, что и небо чужое, и земля чужая, и мода чужая, и еда чужая, и всегда чужбина, это чужбина, для меня нет чужбины, для меня нет понятия чужбины, потому что, ну, как бы, я считаю, что нашу жизнь, наше счастье, через 10, через 20 лет, ты строишь, не с чужбиной, не с небом, не с землей, а с человеком, с которым ты живешь, если что-то не устраивает в этой жизни, то нужно менять твое окружение, наверное, а не страну, а там, я не знаю, у каждого, мне кажется, многие, которые люди разводятся, они даже и город меняют, работу меняют, все меняют, поэтому здесь сказать однозначно, и, как бы, за всех я не могу, но у меня многое поменялось, и, как мне кажется, поменялось к лучшему, потому что с вот этими вот понятиями, с вот этим мировоззрением, мне сейчас жить намного легче, я не заморачиваюсь, что, ну, должен быть там какой-то вот макияж каждый день, как будто ты, это твой последний выход на подиум, я делаю макияж, я делаю прическу, но, все это намного проще, я не, нету вот этого, вот, знаете, как стремления, что я была именно у этого парикмахера, я была именно вот в этом салоне, я купила именно сумку вот этой марки, потому что вот это вот, ну, там есть у Кати и у Наташи, и если у меня этого не будет, то я, значит, хуже, чем они, вот, вот именно вот это вот мнение чужое меня перестало интересовать, если раньше там как-то что-то думаю, ой, как же бабушки там осудят, ой, подружки там что-то скажут, или там какие-то коллеги там на тебя насплетничают, обсудят, то мне сейчас вот абсолютно все равно, кто, как, потому что я вижу, французы, француженки, они на эту тему вообще не заморачиваются, им важно, чтобы была хорошая машина, чтобы она не ломалась, по возможности покупают, чтобы пусть даже не новую, и ту же самую мебель не новую, но чтобы это работало, и чтобы это не ломалось очень быстро, но у них нет такого, что должна быть сумка непосредственно там от какого-то знаменитого бренда, или там какая-то одежда, они могут пойти и на виды грине, на блошином рынке, там за 2-3 евро купить платье и в нём походить месяц, выкинуть его, потом пойти другое, понимаете, как они живут для себя, и, наверное, именно вот это самая главная перемена во мне, что я благодаря Франции, благодаря вот этому окружению, я стала жить именно для себя, не для чужого мнения, не для каких-то там похвал или осуждений, а именно я живу так, как я хочу, вот так вот, даже если взять мой канал, то часто приходят там какие-то просьбы, Лиля, снимите, пожалуйста, видео про это, Лиля, поедьте, пожалуйста, в этот город, Лиля, покажите, пожалуйста, вот это, зайдите там, снимите в магазине, или там, покажите там что-то в вашем доме, и раньше, как бы, если, наверное, лет 8, даже ещё назад, я бы это делала, как же так, сказали, если я не сделаю, то меня осудят, там, скажут что-то такое, а сейчас нет, если я не хочу этого делать, я этого просто не делаю, потому что сейчас для меня важнее моё, вот внутренняя, моя гармония, самой, меня с собой, чем гармония с каким-то там внешним миром, и просьбы, которые я не хочу, например, делать, у меня нет настроения снимать, или у меня нет настроения куда-то ехать, я этого не делаю, вот это, наверное, самое главное, вы знаете, если кто-то ещё до этого не дошёл, то я очень советую, потому что такая перемена жизненная, ну, мне лучше так жить, и ты как бы не обременён чьим-то мнением, или чьими-то советами, или чьими-то осуждениями, ты думаешь так, как ты думаешь, ты делаешь то, что ты хочешь делать, ну, вот, наверное, и всё, больше я не знаю даже, что добавить, больше ничего в голову не приходит, и так он уже сколько, на 20 минут наговорила, всё, дорогие мои, спасибо большое, что вам интересно, что вы со мной на моём канале, что вы задаёте вопросы, спрашиваете, надеюсь, что вы соглашаетесь с моей точкой зрения, ну, а даже если не соглашаетесь, то сколько людей, столько и мнений, что я это всё прекрасно понимаю, я это принимаю, и для меня это нормально, до встречи на моём канале, в следующем видео, всем хорошего дня, настроения, ну, и всего-всего самого-самого лучшего, пока-пока.